Добрый день, уважаемые коллеги. Времени 17.00. Это значит, что пора начинать. Меня зовут Матросова Юлия Владимировна. Я завдетским отделением Томбовского филиала МНТК микрохирургии глаза. Наше отделение занимается лечением всех форм косоглазия, как детского, так и взрослого. Я кандидат медицинских наук и с удовольствием сейчас расскажу основные моменты, касающиеся несодружественного косоглазия. Цель нашего сегодняшнего вебинара – это тезисно, по пунктам пройти основные моменты, касающиеся диагностики, классификации, лечения, в том числе хирургического несодружественного косоглазия. Тема эта очень большая, очень емкая, поэтому за время, отведенное вебинару, мы сможем разобрать это лишь тезисно. Чтобы у вас было понимание того, какие вопросы будут рассмотрены, в каком объеме, на курсе несодружественного косоглазия, который пройдет 10-11 февраля, который организует Международная Академия Медицинского Образования. Начнем. Коллеги будут потихонечку подключаться, присоединяться. Вообще, основной критерий, которым мы руководствуемся, когда мы говорим о содружественном или паралитическом косоглазии, это равенство первичного и вторичного углов девиации и наличие ограничения подвижности глаза. Но есть ситуации, когда подвижность глаза не страдает, но мы видим, что в разных направлениях взора угол косоглазия меняется. Также он меняется, мы видим разницу между первичным и вторичным углом. Что значит меняется угол косоглазия в различных направлениях взора? Это значит, что когда мы проверяем девиацию в 9 основных диагностических позициях, мы видим, что появляется вертикальный угол косоглазия в каких-то направлениях взора, в то же время в первой позиции, при взгляде прямо мы этого не наблюдали. Либо мы видим изменения как горизонтальной, так и вертикальной девиации в каких-то направлениях взгляда. Это вот как раз те случаи, которые к паралитическим их отнести нельзя. Мы не видим явного ограничения подвижности. В то же время это не является содружественным косоглазием, потому как мы видим, что угол косоглазия меняется. К чему отнести, как классифицировать эти формы косоглазия? Как раз это то самое несодружественное косоглазие, которому мы посвятим ближайшие где-то 45 минут нашего с вами времени. Впервые в российской литературе термин «несодружественное косоглазие» появился в 2006 году. Но в 2001 году наши американские коллеги разработали классификацию ЦМАС, это классификация глазодвигательных нарушений и косоглазия. На сегодняшний день эта классификация наиболее полно отвечает всем нашим запросам, и наиболее полно дает нам понимание о… не только позволяет описательно по каким-то внешним критериям классифицировать косоглазие, так как мы привыкли, монолатеральное или альтернирующее с амблиопией, без амблиопии. Оно позволяет фиксировать глазодвигательные нарушения, связанные с нарушением функции той или иной мышцы. Эта классификация включает в себя 8 пунктов. Нас сегодня будет интересовать третий пункт и пятый – горизонтальная гетеротропия, цикловертикальная гетеротропия и специальные формы косоглазия. Третий пункт – горизонтальная гетеротропия. Эзодевиация может быть содружественной и несодружественной. Нас интересуют те случаи, когда мы провели обследование пациентов в 9 диагностических позициях, и увидели, что угол косоглазия варьирует, тогда мы будем говорить о несодружественной косоглазии, несодружественной экзодевиации. Причины я сейчас зачитывать не буду, они приведены на слайде. Экзодевиация – причины те же самые, что на предыдущем слайде были, и диагностировать ее мы будем ровно по тем же принципам. Также определяем угол косоглазия в 9 диагностических позициях взора и видим, что угол косоглазия меняется. Цикловертикальная гетеротропия и специальные формы косоглазия. Эта патология связана с нарушением, с дисфункцией косых мышц. Верхней косой и нижней косой. Причиной может быть гиперфункция, либо гипофункция, как верхней, так и нижней косой. И особенностью будет, и диагностическим критерием будет, наличие элевации в приведении, либо наличие депрессии в приведении. А еще один вид цикловертикальной гетеротропии – это диссоциированная цикловертикальная девиация. Ее характерным признаком является поочередное отклонение обоих глаз кверху при полупрозрачной окклюзии. Рестриктивное или механическое косоглазие развивается вторично на фоне патологии экстраокулярных мышц вследствие эндокринной офтальмопатии, вследствие инфекции, либо воспаления, как вариант после острого орбитального миозита. Либо оно может развиваться после перелома орбиты или синдрома орбитальной адгезии. Также причиной этой формы косоглазия может быть патология нервно-мышечного синапса, например, миостыния гравис, либо это хроническая прогрессирующая наружная офтальмоплегия, либо межъядерная офтальмоплегия. Ретракционный синдром Дуэйна. В большинстве источников литературы описано три типа синдрома Дуэйна, но все-таки правильнее выделять четыре типа. На данном слайде представлено фото пациента с синдромом Дуэйна первого типа. Причиной его является парадоксальная иннервация отводящей мышцы. Видим, что на среднем фото мы видим симметричное положение зрительных осей и в то же время страдает отведение, нарушение отведения. Что еще обращает на себя внимание? Сужение глазной щели в приведении и расширение глазной щели в отведении. Причина как раз парадоксальной иннервации. В такой ситуации глазодвигательный нерв дает дополнительную парадоксальную ветвь к отводящей мышце. И при импульсе на сокращение, когда глаз приводится, импульс на сокращение получает не только внутренняя прямая мышца, которая иннервируется глазодвигательным нервом, но также и отводящая мышца, которая должна иннервироваться отводящим нервом. Но в этой ситуации она получает иннервацию и от глазодвигательного нерва. Это служит причиной возникновения ретракции, сужения глазной щели и втягивания глазного яблока в орбиту. Это очень интересное состояние. Четыре типа мы подробно будем рассматривать на предстоящем курсе. Синдром неубиуса. Причина аплазии ядер черепно-мозговых нервов. Пациенты имеют характерный внешний вид. Лечение также имеет определенные особенности, несмотря на то, что методы лечения используются те же, которыми, в принципе, мы оперируем при косоглазии. Но есть свои нюансы. Социальная форма косоглазия вождена фиброза экстрагулярных мышц. Это врожденное, генетически детерминированное заболевание, связанное с изменением качества экстрагулярных мышц. И характеризуется вот такими парадоксальными, нелогичными движениями глазных яблок. И, к сожалению, хороших результатов при хирургическом лечении такой патологии мы не получаем. Именно потому что мышцы абсолютно не эластичны, ригидны. И наша задача будет в лечении такой формы косоглазия будет улучшить внешний вид пациента, избавить его от девиации в основных направлениях взора, к которому мы относим взгляд прямо и взгляд внизу. Перейдем к терминологии, которой мы пользуемся в тробезмологии вообще. И когда говорим о несодруженном косоглазии, в частности, эза и экзотропия обозначают отклонение глазного яблока кнутри либо кнаружи, то есть сходящееся, либо расходящееся косоглазие. Гипер- и гипотропия. Эти термины мы используем для обозначения вертикальных отклонений правого глаза. Гипер-отклонение, гипертропия – отклонение правого глаза кверху, гипотропия – отклонение правого глаза книзу. Супра-инфротропия. То же самое относится к левому глазу. И если мы видим пациента с косоглазием, при котором правый глаз отклоняется кверху, лево и книзу, мы говорим, что у данного пациента имеет место гипер-инфротропия. Если мы вспомним случай диссоциированной вертикальной девиации, которую мы видели на слайде, поочередное отклонение обоих глаз кверху, это состояние мы опишем термином гипер-супра-тропия. Асиндром занимает очень большую долю в структуре несодружественного косоглазия. Связано как раз с нарушением функции косых мышц, о чем мы говорили выше. Асиндром проявляется, сейчас еще раз принудительно запущу, асиндром проявляется сведением зрительных осей при взгляде кверху и разведением зрительных осей при взгляде книзу. Асиндром может встречаться как при эзо, так и при экзотропии, и также может иметь место и при эзо, и экзофории. Так, при эзотропии асиндром проявляется уменьшением горизонтального угла косоглазия при взгляде вниз и увеличением при взгляде вверх. При экзотропии увеличением горизонтального косоглазия при взгляде вниз и уменьшением при взгляде вверх. Вейс-синдром представляет собой обратную ситуацию. При взгляде кверху зрительная оси расходится, при взгляде книзу зрительная оси сводится. Поэтому при эзотерапии Вейс-синдром проявляется увеличением горизонтального угла косоглазия при взгляде вниз и уменьшением при взгляде вверх. При экзотерапии увеличением горизонтального угла косоглазия при взгляде вверх и уменьшением при взгляде вниз. Мы выявили, что у пациента имеет место несодружное косоглазие. Мы определили угол косоглазия и зафиксировали как раз разницу в величине косоглазия в разных направлениях взора. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны выявить виновную мышцу. Та мышца, которая как раз привела к развитию косоглазия, чья функция страдает. Каким образом мы это определяем? Определяем подвижность глазных яблок в разных направлениях взора. И в соответствии можно сверять со схемой казуса для того, чтобы определить функцию, какой мышцы страдает. Схема казуса, она как раз является здесь подсказкой и помогает выявить причинную мышцу. Но более полная диагностика это проведение трехступенчатого теста ПАРКС. Проведем тест ПАРКС на примере гипертерапии. То есть представим, что у пациента имеется отклонение правого глаза кверху. Причиной может быть либо слабость опускателей правого глаза, коими является нижняя прямая мышца и верхняя косая мышца, либо слабость поднимателей левого глаза, коим относятся верхняя прямая мышца и нижняя косая мышца. То есть сейчас у нас под подозрением четыре мышцы. Второй этап. Мы смотрим, как меняется положение глаза при горизонтальных перемещениях направления взора. То есть смотрим, как меняется положение глаза при взгляде вправо и при взгляде влево. Предположим, что гипертерапия у нас усиливается при взгляде вправо. И основное правило обследования пациентов с вертикальным косоглазием это то, что в отведении мы оцениваем функцию прямых мышц, а косые мышцы мы смотрим в приведении. То есть если мы видим, что гипертерапия у нас усиливается при взгляде вправо, то причиной косоглазия является недостаточность нижней прямой мышцы или нижней косой мышцы левого глаза. То есть нижней прямой правого или нижней косой левого глаза. Третий этап. Что мы делаем дальше? Мы оцениваем положение глаза при перемещении глазного яблока в поле в различных направлениях взора и оцениваем. Если у нас гипертерапия усиливается при взгляде вниз и вправо, это как раз поле действия нижней прямой мышцы. Тогда мы говорим о слабости нижней прямой правого глаза. Но если имеет место недостаточность нижней косой мышцы левого глаза, тогда мы будем наблюдать усиление гипертерапии при наклоне головы к левому плечу. То есть по большому счету тест Бельшовского – это заключительный этап теста Паркс и служит нам для уточнения диагноза. У пациента на среднем фото что мы видим? Мы видим гипертерапию правого глаза в первой позиции порядка 3 градусов. В отведении гипертерапия не меняется, также в этих же пределах находится. Но в приведении мы видим усиление гипертерапии до 17 градусов. Это говорит о том, что у пациента имеет место гиперфункция нижней косой мышцы правого глаза. То есть косые мышцы мы смотрим в приведении. Феномен Бельшовского. При наклоне головы вправо у пациентки усиливается гипертерапия. Это говорит о том, что у нее имеет место недостаточность нижней косой мышцы правого глаза. Но есть ситуации, когда при наличии пареза, при наличии недостаточности функции феномен Бельшовского будет отрицательным. Подробнее мы на курсе рассмотрим, с чем это связано и что делать в этих ситуациях. Диагноз установлен. Виновная мышца установлена. Что делать? Нужно лечить пациента. И этапы лечения косоглазия, они стандартны. Это предоперационная подготовка и оперативное лечение. К оперативному лечению мы приступим только после того, как скоррегированы имеющиеся аномалии рефракции, когда пациенту назначена окклюзия либо призматическая коррекция. И цель оперативного лечения – это достижение ортопозиции и восстановление бинокулярного зрения. Здесь нам очень хорошо может помочь призматическая коррекция. Она позволяет уменьшить косоглазие большой величины для проведения лечения на синаптофоре, цветотесте и стеклах боголения. Мы помним, что показанием к лечению на синаптофоре является девиация не больше 12, некоторые авторы считают 15, но лучше ориентироваться на 12 градусов. Если мы с помощью призм сможем уменьшить имеющуюся выраженную девиацию до 12-15 градусов первым этапом до проведения операционного лечения, мы можем пациента лечить на синаптофоре. И также она позволяет давать полную коррекцию косоглазия в состоянии терапии. Еще очень существенную помощь нам могут оказать призмы при коррекции диплопии, когда мы имеем дело с паралитическим косоглазием и выраженным двоением в каких-то направлениях взгляда. То есть здесь может выполняться сегментарная коррекция, наклеивание призмы на стекла очков как раз в том направлении взгляда, в котором пациента беспокоит диплопия. Цель оперативного лечения – это уменьшение выраженного или сложного косоглазия для возможности проведения ортоптического лечения. Что значит уменьшение сложного косоглазия? Сложный косоглазие – это сочетание девиации по горизонтали и по вертикали. Вертикальные девиации ортоптическому лечению не подлежат. Но если мы первым этапом хирургии устраним вертикаль, либо скорригируем остаточный угол по горизонтали с помощью призмы, мы можем этого пациента с помощью аппаратных методов лечения подготовить к следующим этапам хирургического лечения. Также оперативное лечение дает нам устранение нестабильности угла косоглазия. В этой ситуации, когда угол косоглазия меняется, на приеме такие пациенты могут показывать от 10 до 20 градусов варьирование девиации. Поэтому первым этапом мы проводим операцию для того, чтобы устранить вот эту нестабильность. И потом остаточный угол девиации мы уже прооперируем вторым этапом. Устранение косоглазия с целью функционального выздоровления. Под функциональным выздоровлением мы понимаем восстановление бинокулярного и стереоскопического зрения. А также устранение косоглазия с косметической целью при отсутствии перспектив формирования бинокулярного зрения. Речь в такой ситуации чаще идет о взрослых пациентах. Все операции делятся по принципу оказания воздействия на экстраокулярную мышцу на ослабляющие, усиливающие и транспозиции. Основные ослабляющие операции, которыми мы пользуемся, это рецессия, то есть отодвигание места крепления мышцы кзади для ослабления ее действия. Эффект реализуется за счет удлинения плеча рычага, то есть мышца просто, силу ее уменьшается за счет перемещения. Теносклеропластика. Выкраивается лоскут склеры около места крепления сухожилия, в том месте, где сухожилие вплетается в склеру, выкраивается П-образный лоскут и отодвигается назад. Здесь ослабляющее действие связано, во-первых, с перемещением места крепления мышцы, лоскут мы отодвигаем, соответственно, мышца у нас начинает фиксироваться чуть кзади. Идет за счет удлинения сухожилия как раз на величину лоскута, то есть ослабляющий эффект теносклеропластики, он складывается из двух этих моментов. Но очень важно, что теносклеропластику лучше делать все-таки на ранее рецессированных мышцах, там, где склера имеет большую толщину. Потому что если вы будете делать теносклеропластику как первую операцию, в этом месте склера очень тонкая, и если у вас нет достаточно хирургических навыков, можно получить перфорацию склера и истончение ее. Здесь будет выбухать, то есть если останется очень тонкий лоскут склеры в этом месте, то будет просвечивать сосудистая оболочка, и это очень выглядит неэстетично, как такие темные пятна. Срединная миотомия, ослабление мышцы осуществляется за счет иссечения центрального ее фрагмента и миотомия по чарису. Эту операцию мы выполняем на нижней косой мышце, несмотря на то, что здесь изображена прямая, просто для, если мы показали на нижней косой, это было бы просто неудобно. Это та операция, которую мы выполняем на нижней косой мышце. На этом слайде представлены операции, которые мы выполняем реже, чем предыдущие. Полная миотомия – это полное пересечение брюшка мышцы. Тенотомия – отсечение мышцы от склера в области сухожилия без ее последующей фиксации. Ниоэктомия – иссечение фрагмента мышцы. Это вот тоже операция, которую мы выполняем на нижней косой мышце при очень выраженной девиации, когда девиация в аддукции превышает 20 градусов. И тенотомия – иссечение сухожилия. Как мы можем усилить действие мышцы? Путем укорочения ее сухожилия и фрагмента мышечных волокон, то есть путем ее резекции. Величина резекции определяется углом девиации, тем углом, который мы хотим скоррегировать. Принцип какой? Чем больше угол нам нужно скоррегировать, тем, соответственно, больше участок мышцы мы резецируем. Дубликатура. Здесь мышца усиливается за счет формирования складки, за счет ее укорочения без иссечения, без такой травматизации, а просто мышца в складочку забирается. И антеропозиция. Это процедура обратной рецессии, когда переносится место крепления мышцы кпереди, но сама по себе антеропозиция, она не дает такого выраженного усиливающего эффекта, поэтому ее проводят чаще всего в дополнение либо к дубликатуре, либо к резекции при выраженных углах девиации. И мне хотелось бы остановиться на теме ботулинотерапии, потому что эта хемоденервация экстраокулярных мышц дает нам большие возможности в лечении несодружественного косоглазия вообще и паралитического в частности. Первые работы по применению ботулотоксина были проведены в 73-м году Аланом Скоттом. В 73-м году были проведены эксперименты на животных. В 76-м году была проведена первая операция человеку с использованием ботулотоксина. Хочу обратить ваше внимание на то, что изначально ботулотоксин разрабатывался как метод лечения косоглазия. То есть первое его применение в медицине это именно для устранения косоглазия. Уже потом ботулотоксин стали использовать для лечения блефороспазма и в последнюю очередь ботулотоксин стал применяться в косметологии. На сегодняшний день существует большое количество препаратов ботулотоксина. Есть сейчас и отечественный препарат релотокс. Но основная проблема в том, что официально показания к применению ботулотоксина как косоглазия, такое показание официально имеет только ботокс. Но, к сожалению, ботокс, препарат компании Allergan сейчас ушел с российского рынка. Работать мы им не можем, а все остальные препараты, они используются в неврологической практике. И показания у них описаны как устранение локальных мышечных спазмов. Но мы сейчас, в настоящий момент наша клиника перешла на препарат Диспорт. Есть способ применения его как оффлейбл, чтобы и вы чувствовали себя в безопасности, и в то же время, чтобы пациент имел полное понимание процедуры, которая будет проводиться. Я расскажу, как это оформить правильно, в соответствии. Препараты ботулотоксина работают на уровне нервно-мышечного импульса. Вспомню немножечко строение нервно-мышечного импульса. Он состоит из пресинаптической мембраны, синаптической щели и постсинаптической мембраны, которая является миофибрилой. Около пресинаптической мембраны в концовом отделе двигательного аксона находятся гранулы ацетилхолина. Это так называемый мобильный запас, тот, который расходуется при поступлении нервного импульса на двигательный нерв. Ацетилхолин выделяется в синаптическую щель и поглощается рецепторами, связывается с рецепторами миофибрилы. Я думаю, что многие из вас знают, что в косметологии ботокс применяется с определенной периодичностью, потому что эффект, который развивается в мышце, он является временным. Но экстракулярные мышцы обладают морфо-функциональной уникальностью, они имеют свои особенности. И в применении ботулотоксина при косоглазии есть ситуации, когда достаточно одной процедуры ботокса, ботулотоксина, вернее, правильнее говорить, либо их повторные применения не имеют не такую кратность, как в косметологии. Хемоденервация при косоглазии может использоваться как диагностический метод, то есть выявлять, что имеет место гипофункция экстракулярной мышцы, либо контрактура ипсилатерального антагониста. Применяется как вспомогательный метод для уменьшения величины девиации и уменьшения объема хирургии. При паралитическом косоглазии он применяется как самостоятельный метод. И при паралитическом косоглазии с помощью хемоденервации мы создаем условия для более полноценного восстановления функции пораженной мышцы. мы устраняем тем самым вторичные гипертрофические изменения в экстракулярной мышце. С диагностической целью мы можем его применять для определения ведущего звена в паралитическом косоглазии, то есть что выражено в большей степени гипофункция агониста либо гиперфункция антагониста. А также с целью уменьшения девиации и коррекции диплопии, уменьшения диплопии на дохирургическом этапе лечения. Хемоденервация имеет очень широкие показания. Это остро возникшее косоглазие устранения мышечного дисбаланса на фоне сохранных функций бинокулярного зрения. Это не относится к несодружественному, но просто раз уж мы сейчас говорим о хемоденервации, обозначим те возможности, которые она нам дает. Остро возникшее косоглазие это то, которое возникло 2-3 недели назад. Безусловно, мы должны направить пациента к невропатологу для исключения объемных образований головного мозга либо какой-то иной неврологической патологии. Но практика показывает, что после того, как возникло косоглазие, пациент, либо сам пациент, либо родители, если речь идет о ребенке, пока они пройдут обследование у невропатолога, пока они полечатся на аппаратах, пока они поймут и осознают, что косоглазие никуда не денется, его нужно устранять хирургически, практика показывает, что проходит времени гораздо больше, чем 2-3 недели. И в таких случаях все равно химоденервация дает хороший результат. Личный опыт – это устранение косоглазия, которое возникло 3 месяца назад. Пациент за это время уже успел и полечиться, и принять неизбежность ситуации. Применяется для лечения гетерофории, как ЭЗО, так и ЭЗО, при суп или декомпенсации, для того, чтобы перевести гетерофорию гетерофорию в компенсированную форму. Спастическое косоглазие – для уменьшения девиации или создания условий для увеличения отведения. Атипичное косоглазие – это вот тот синдром Дуина, о котором мы с вами говорили, для устранения косоглазия и увеличения объема движений глаз. Как самостоятельная процедура хемоденервации при атипичном косоглазии полностью проблем, к сожалению, не решит. Но за счет парадоксальности иннервации, вот этот вот момент хемоденервации, если мы этой процедурой добавляем к стандартной рецессии, которую мы проводим, результат мы получим лучше. Рестриктивное косоглазие у пациентов с эндокринной офтальмопатией при отсутствии компенсации уровня гормонов, когда оперативное лечение не может быть проведено, с целью уменьшения косоглазия как раз проводится хемоденервация. Врожденное косоглазие у детей малого возраста до 3 лет с целью уменьшения угла девиации и профилактики вторичных изменений экстраокулярных мышц. Официально показания для применения что ботокса, что диспорта это возраст от 2 лет. В литературе описаны и работы ведутся по применению ботулотоксина в более раннем возрасте, но имеем в виду, что официальное показание то, что прописано в инструкции к препарату, это возраст 2 лет. Я благодарю вас за внимание. Основные вопросы, касающиеся лечения и диагностики несодружественного косоглазия, мы с вами рассмотрели. Поэтому сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Хочу напомнить, что на базе Международной академии медицинского образования 10-11 февраля будет проводиться курс несодружественное косоглазие с отработкой навыков хирургии ВЭТЛАП. Вот те операции, о которых сейчас я вам рассказала, у вас будет возможность посмотреть видео операций и плюс отработать эти навыки. Да, можно задать в чате, можно задать устно вопросы. С более полной программой курса вы можете также ознакомиться на сайте. До 26 января действует специальная цена на обучение информации. Также вы можете на сайте посмотреть. Если вопросов нет, рада была рассказать, осветить эту тему для вас. Хочу поблагодарить вас за проявленный интерес, пожелать вам здоровья, это в первую очередь, и самое главное, благодарных пациентов и не терять интерес к своей профессии. Я думаю, что раз вы по окончании рабочего дня продолжаете изучать профессиональные темы, значит, этот интерес у вас есть. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...